Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 13 августа 2018 года, понедельник. Меня зовут Игорь Суздальцев, и я приветствую вас и желаю вам успешной недели. И надеюсь, что она будет самой успешной в этом году, потому что основания для этого есть, тренды пошли, и сегодня они вроде бы чуть понятнее, чем были, скажем так, в течение всего лета. Мне кажется, сегодня очень интересный день. Давайте посмотрим на графический анализ, что он нам подсказывает и почему у меня есть оптимизм по поводу этой недели. Давайте начнем с биткоина. Сейчас, одну секундочку буквально, и мы его откроем. Друзья, ну не видно пока движения наверх, хотя сегодня пытается отбиться биткоин, но судя по всему, все-таки движение вниз какое-то будет дальнейшее. И оптимизма какого-то по поводу криптовалют пока не видно. Ну сейчас, может быть, в моменте немножко постоять, но я бы искал точку входа вниз. То есть тренд по крипте вниз, мне кажется, это бесспорно, нравится, не нравится нам. Ну вот эфир, посмотрите, ну вниз все смотрит, можно все убирать. Ну а на недельном графике видно, что мы зашли в сильную зону, пробили ее и стремимся вниз. Перспективы движения вниз озвучивать не буду, но глубоко. Лайткоин вниз, эфириум классик вниз. Манера чуть-чуть прибавляет, но мне кажется, надо использовать эту возможность для продажи. Биткоин кэш чуть прибавляет, то же самое. Посмотрите, пробили сильные уровни, причем они достаточно давно пришли по биткоину кэш. Пробой, закрепление, ретест. Ну и сегодня явно-явно мы захотим двигаться вниз. Это практически гарантированно. Сейчас, коллеги, одну счетку. Продолжение следует... Все, коллеги, извиняюсь, возвращаясь в эфир, был важный звонок. А значит, да, ретест. Явно-явно хотим вернуться чуть-чуть, но не будет этого по-крупному. Уже видно, что общий настрой по крипте вниз. Поэтому, мне кажется... Ну, давайте еще Ripple посмотрим, прежде чем сделать вывод. Ну, Ripple тоже пробил все уровни. Друзья, мне кажется, что сегодня тренд по крипте вниз, ну, как бы однозначно. Если каких-то супер новостей не будет, то все, начиная с биткоина, может прогуляться вниз серьезно. Ну, вот, допустим, по биткоину, это отметка 5 856 долларов. И пока не видно, что может эту тенденцию изменить. Американский сорт нефти, друзья. Ну, вот я уже открыл, кстати говоря, октябрьский контракт, осенний контракт. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Боковик такой, широкий, сужающийся треугольник. Можно увидеть, конечно, на дневном графике. Давайте будем обсуждать в течение дня. Ничего говорить не буду по этому поводу. Кстати говоря, монета на прошлой неделе показала очень низкую результативность. Процентов 20 всего, да, она, наверное, да. Нет, 20. Два раза из пяти она попала. В пятницу, в частности, не попала. Она сказала, что будет селл, состоялся бай. Ну, вот этот треугольный какой-то выход будет. Куда, не берусь судить, обсуждаем в течение дня. Индекс доллара, друзья, ну, тут тренд однозначно. Смотрите, как стремительно уходит индекс доллара наверх. В пятницу мы ждали коррекции, чтобы хоть немножечко, как бы, смягчить удар. Да ничего подобного. А сегодня вообще с утра ушли с глепом наверх. И рвемся наверх. Покупка доллара однозначно, друзья. Ну, соответственно, еврик с глепом вниз. Продажа еврика, фунтика. Фунтик, кстати, стремительнее всех снижается. Единственное, что японская иена удивляет, укрепляется против рынка. Живет назло всем. Ну, вот кто рискует продавать доллар по иене, ну, рискуйте. Я, честно говоря, мне страшно. Я вообще не понимаю, почему иена так ходит. Нефть и иена – это два таких инструмента, куда я, например, сегодня не полезу. Доллар-франк растет. Доллар-канадец с глепом ушел наверх. Немножко подснижается. Но явно, что он собрался наверх. Австралиец с глепом вниз. Низ пытается отбиться, но слабенько, неубедительно. Новозеландец – та же история с небольшим гепчиком. Низ пытается отбиться, но вряд ли. Золото, друзья, просто падает. Кстати говоря, пробивает сильный уровень – 1207, который сформировался последние дни, друзья. Еще не самое обновление лоев за последнее время. Тут были чуть ниже. Но такое впечатление, что мы ломанемся вниз. Серебро также пробили сильные уровни. Тоже стремимся вниз. Ну и такое впечатление, что да, что доллар сегодня будет доминировать, во всяком случае, в первой половине дня. Далее, друзья, давайте посмотрим, что у нас глобальные новости какие. Нет, до глобальных новостей давайте пробежимся еще по двум инструментам. Прежде всего, это турецкая лира. Открою график. Здесь, можно сказать, фундаментальная новость. Вы знаете, Эрдоган, президент Турции, проводит кампанию о государствении, частный бизнес страдает, назначил министром финансов своего зятя. Ну и, естественно, результат, если в феврале лира была 3,7 лиры за 1 доллар, то сегодня уже пробили 7 лир практически в два раза. Ну, больше 40% точно. Заявляет зятя Эрдогана, что он изменит ситуацию, улучшит ситуацию. Ну, давайте часовой график посмотрим, получается у него изменить ситуацию. Ну, не особо. Чуть-чуть попытались подснизить. Ну, последние два часа все равно доллар и лира придут наверх. Пока не видно, чтобы у него это получилось. И посмотрите, на каких объемах лира падает. Так, красивенько, конечно. Вот здесь, ну, прям, причем с февраля вот так жестко начали, как бы это все. А, нет, это у нас, Соби, давайте дневную графику откроем. Вот с февраля как начали, и прямо, смотрите, объемы ду-ду-ду-ду-ду-ду, прям рекордные. Да, да. У лиры, кто торгует долларом лиром, можно смело брать. Так, российский рынок, та же история, доллар-рубль-том сходил наверх, показал уже 68-66. Друзья, обращаю ваше внимание, что это доллар-рубль-том на споте. С глепом ушли наверх, 68, еще раз 68-65 точнее. Да, ну, что, без комментариев. Соответственно, понятно, неудивительно, что российский рынок в моменте 104-530, это фьючерс на индекс РТС. Вот, прогулялись ниже 104, но тоже ситуация не веселая. Причем, на мой взгляд, на мой взгляд, виноват Эрдоган. Эрдоган валит страну, тесно связанную с Европой, с Германией, страну НАТО. Валит в каком смысле? Запрещает частную собственность, люди разбегаются, экономика падает. Мы это наблюдали в Зимбабве, где точно так же, так сказать, все обрушилось, еще и зимбаббийский доллар прекратил существование. В Венесуэле, где там тысячи процентов инфляция. И вот сейчас в Турции наблюдаем, естественно, все повалится. И лира будет и 7, и 70, и 700 будет, и девальвацию придется делать. Вот, понимаете, одинаково. Как только начинается государственное экономике, все рушится. Всегда так, везде так. А Эрдоган сейчас будет бегать, придумывать причины, что нет, по другим причинам все рушится. Да ладно. Ну, понятно, что это повлияет и может повлиять на все развивающиеся рынки, особенно в Европе. Ну, на Россию это тоже влияет, без сомнения. Поэтому то, что творит Эрдоган, на российский рынок влияет, и влияет негативно. Поэтому мы связаны с Турцией, близко к Европе. Поэтому евро будет вниз идти, понятно, на Эрдогане и мы. И ничего с этим не сделаешь, потому что экономика все-таки сообщающиеся сосуды, и так это работает. Ну, и Эрдогана, по сути, не остановить. Далее, друзья, вот это была глобальная Россия, мировая новость, Турция. В России есть тоже серьезные новости. Инициатива помощника президента Андрея Белоусова о том, чтобы изъять у металлургов, горнодобытчиков и химиков, это 14 компаний всего, чтобы изъять у них сверхдоходы, как назвал это Андрей Белоусов, получить 513 миллиардов рублей. Это, судя по всему, будет. Это, судя по всему, будет. И поэтому, естественно, там тоже сейчас паника. Поэтому обратите внимание на сектора, металлурги, горнодобычники и химики. Это сектора продажные. Потому что как только люди поймут, что у них действительно эти деньги заберут, они работают тут же, остановятся, все побросают и посыпятся все акции. Это понятно. Далее, друзья, министр финансов России Антон Силанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом. А что это? Доллар летит, как ракета вверх. В этой связи он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефти. Это очень серьезное заявление. Американцы поймают, и обострение отношений гарантировано. Поймают эту тему. Они всегда ловят. Ну и, собственно, я думаю, что господин Силанов знает, что делает. Коммунальщики просят переложить НДС на потребителей. Оба-на! Минэкономразвитие разгромило правила хранения интернет-данных по закону Яровой. Оба-на! Разругавшись. Главная новость дня, друзья. В мозги нашли зону, отвечающую за пессимизм. Вот я тебе серьезно говорю. Вот это вот надо найти эту зону и как-то что-то с ней делать, как-то с ней бороться. Я знал, что это так. Друзья, естественно, движение пятничное, сильный рост доллара, да и сегодняшнее, сильный рост доллара, падение евро, других инструментов для многих был неожиданным. И на чемпионате мира у нас есть трудности. Многие подсели. Капитан Бумеранг Пам закрыт. Владислав Самородов минус 91%, но борется. И вот он написал, что борется. Вот. Я побит, но не сломлен. Владислав, мы с вами боремся. А лидером в этой ситуации является и борется за лидерство. Видимо, принимает удачное решение, судя по росту Пам счета. Евгений Питерский плюс 23%. Евгений, поздравляем, вы лидер. Ему на пятки наступает Юрий Марченко плюс 20%. И Виталий Кухтан в третьем месте плюс 1%. Борьба продолжается. С огромным интересом будем наблюдать. Ну и также сегодня добавился 11-й участник. Александр Шиенков. Брянск входит в битву с новым Пам счетом. Сегодня только открыт. В чате ссылочку даю. Можно посмотреть на него. И он написал мне в письме, Игорь Николаевич. Я понял, так сказать, в чем была. Коллеги, ссылочку на чемпионат мира в чате даю. В чем, говорит, понял, была моя ошибка. Поэтому, говорит, я этот чемпионат выиграю. Поэтому на декабрь уже в Москву билеты заказываю. Ждите меня. Лично познакомимся. Александр, вот это настрой. Молодец. Вот так держать. Единственное, наш задник для баннера никак не привезут. Но я надеюсь, на этой недельке привезут. Поставят, понимаешь, и будет выступать по своему Пам счету. Объяснять, как он станет чемпионом мира. Друзья, две недели осталось чемпионат. Три полных недели осталось для чемпионата. Присоединяйтесь. Всех жду. И мы с вами, со многими говорили на эту тему. Лидер сейчас 23%. Это вполне реально за три недели превысить этот показатель. Поэтому основания для, так сказать, оптимизма для новых участников есть. Всех жду на чемпионате мира по трейдингу, друзья. Ссылочка в чате есть. Ну, а мы двигаемся дальше. Монета WTI нефть. Октябрьский контракт мы уже торгуем. Смотрим, что монета видит сегодня. Селл. Прошлая неделя у монеты была крайне слабая. Давайте посмотрим, что она покажет на этой неделе. Ставим 13 августа. Селл. Глобальные новости. Макроэкономика. Понедельник обычно пустой. Этот понедельник тоже. Итак, друзья, подводим итоги. На мой взгляд, индекс доллара показывает все признаки того, что он собирается идти наверх. На этой волне все может пойти вниз. Поэтому глобальная доминация доллара сегодня и покупка доллара по всем инструментам, которые, вы считаете, будут вести себя слабее всего. Вот тема дня. Спасибо, друзья. Всем удачи на рынке. И не теряйте времени. Понедельника. Понедельники редко бывают трендовыми. Обычно это спокойные, расслабленные дни. Мы там анализируем, выбираем пути. А тут трендовый день. И тут спать и сидеть, чего-то ждать не надо. Понедельник трендовый день. Надо хватать, лезть вперед, ставить без убыток и надеяться, что вынесем дальше. Спасибо, друзья. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok